Девочки, я какое-то время назад снимала видео про лечение папиллом и о том, как я их выводила. Выводила я их средством, как вы помните, с куркумой, но удалились у меня не все. То есть у меня удалилось несколько папиллом, которые не так давно были образованы, вот такие вот слабенькие, бледненькие. Но те, которые более сильные, они остались. Здесь я купила очень классное средство, здесь это в России. Я вам сейчас его покажу. Оно стоит просто 3 копейки. И попробую воспользоваться именно этим средством. Мы посмотрим с вами, будет ли какой-то результат, отвалятся эти папилломки или не отвалятся. Так что будьте со мной, смотрите результат. Чем мы сегодня будем удалять папилломы? Это чистотелом. Стоит он 23 рубля в России. Попробуем именно этим средством. Очень мне его тоже рекомендовали, потому что все папилломы не ушли. Сейчас переключусь на себя и расскажу по поводу этого вопроса. Девочки, всем привет! Наконец-таки я начинаю заниматься своими оставшимися папилломами. Вы все у меня спрашиваете, помогло ли мне прошлое средство. Значит, скажу честно, мне помогло оно частично убрать только вот такие вот меленькие папилломы. Это вот заново они появились. Вот такие вот крупные, нет, не помогло. Поэтому мне вот предложили попробовать вот это средство чистотел. Причем сказали именно мои подписчицы о том, что попробуйте, Лена очень помогает. Я не знаю, помогает или нет. То есть я делаю это вместе с вами в прямом эфире, скажем так. Так, сейчас надо его открыть еще. Значит, там указано, что нужно капать только на саму папилломку, не задевая здоровую кожу и оставить на час-два. Вот у меня как-то не очень получается не задевать кожу. Мне кажется, наверное, ватной палочкой лучше всего это делать. Очень мало как-то средства попадает. Так, и оставить на два часа. Сейчас я еще в инструкции прочитаю. Так, не смывать минимум один-два часа. И через один-два часа посмотреть, что будет. И делать это... Сейчас. Написано, что через один-два дня начинают отшелушиваться арговевшие участки. Ну, посмотрим, потому что я вот сама не знаю, будет это или нет происходить. Ну, интересно. Да, интересно. У меня их вот все больше и больше и больше. Очень с этим мучаюсь. Вот. Некрасиво. Чисто когда шейка, очень красиво. Еще попробую. Все, через два часа убираю. Через пару дней скажу вам, помогло или нет. Потому что, кто его знает. Посмотрим. Все, ждем пару дней. Но сегодня, когда смою, понятное дело, что ничего тут происходить не будет. Через пару дней просто расскажу, помогло или нет. Смотрите, вечер этого же дня. Хочу показать, что стало. Это потемнело. Это осталось такая же. Это тоже такая же. А вот эти две, они практически отвалились. Они покраснели, стали черными. И я уже вижу, что, ну вот, все, они практически отвалились. Я не буду их сейчас трогать. Просто вот запомните, где они, вот эти две родинки. Я покажу их еще завтра, послезавтра. Итак, ребята, у нас прошло 4 дня. С того момента, как я выводила, я вам могу сказать абсолютно точно, средство на 100% рабочее, чистотел. Значит, смотрите, что мы имеем. Вот отвалилась, вот отвалилась. Это маленькая темная осталась. Вот буквально день-два она отвалится. Это засохло день-два и отвалится. Вот здесь отвалилась. Вот здесь все поотваливалось. Вот эти вот большие, они уже абсолютно сухие. Вот эти вот большие, только они абсолютно сухие, темные. То есть день-два они отвалятся. Копеечное средство. Пробуйте, чем ходить в Крио, эту медицину, да, и там платить бешеные деньги за каждую эту родинку. И тоже они там выводят это все. Тоже не сильно полезно. Средство натуральное, средство растительное. Я думаю, что вообще просто оптимально. Вот, я прям вообще довольна, потому что такая была страшная шея. После беременности вот это все появилось. Я теперь буду под грудью убирать вот это все. Коль теперь здесь я опробовала. Все подошло мне, все понравилось. Поэтому пользуйтесь. Кому понравилось это видео и кто вывел таким же образом папилломы, ставьте пальчики вверх, пишите мне комментарии, и рассказывайте, что еще вам помогло, потому что они могут через некоторое время тоже появляться. Чтобы и другие люди тоже знали, каким образом можно их все-таки удалить навсегда. Я тогда с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова